могут ли 4 рарки и эпик забрать последний сундук с ультра адского клон босса за два ключа всем привет и добро пожаловать на борт друзья с вами капитан песик вот сегодня мы это и узнаем огромное спасибо михаилу одному из моих подписчиков который собрал уникальную пачку я бы назвал ее самый бюджетный анкил пачкой исходя из списка героев которая может забирать последний сундук с ультра адского клон босса за два ключа и так как же будет выглядеть самый бюджетный анкил по героям на ультра адского клон босса это конечно же три ледяные банши людоед и мученица 4 рарки и эпик значит запускается он по стандарту сначала людоед дает нам неуяз мученица дает перезарядку идет масуха клон босса после чего одной из ледяной банши мы можем накинуть слабость яду понятно ядовики дают свои яда здесь людоед а один юзает потом после чего снова яда и вот здесь очень важный момент мученица юзает а1 все можно теперь включать на авто наш анкил заработал и конечно же до 100 на приемником здесь у нас выступает одна из ледяных банши которая находится в лидерах которая также своей той же самой аурой будет добавлять вам меткость а то есть сильно в меткость можно и не упарываться как вы заметили что после масухи клон босса ледяные банши дают как раз таки контратаку и вот это очень важный момент именно из-за этого здесь будет хороший урон и вот здесь вот конечно же очень круто мне прям очень нравится вот вы знаете как я по критикую пларов могу их обозвать они цензурной броню но здесь конечно же ледяные банши работают как часики именно автобой просто уровень бог как только то есть в пустую они не бросают слабость к яду и не используют свой навык морозный тлен как только он заканчивается соответственно одна из ледяных банши до который доходит ход она сразу же накидывает эту слабость к яду да вот вы сейчас видели одна из ледяных банши не накинула слабость яду и соответственно накинула следующие да и как раз таки здесь у практически всегда босс находится под десятью дебафами ну то есть слабость к яду и 9 яда вот смотрите сейчас у нас упала слабо сейчас одна из ледяных банши должна накинуть и очень круто опять же здесь заходят эти самые таланты вот он талант сработал и вот мы снова заплевали клан босса ядами без штрафа защиты и слабости без дракоморфа и венеры как видите что у нас уже 49 ход и мы уже нанесли 36 с половиной миллионов да вот на последний финальный ход клан босса почти 37 лямов нанес этот анкил как видели что ледяные банши нанесли очень большой урон ну и стана приемника нанес чуть поменьше давайте сразу же покажу второй ключ вот опять уже сорок девятый ход и 36 миллионов мы уже нанесли сейчас босс будет заканчивать своим ударом с блоком воскрешения и да практически 37 лямов мы опять же нанесли и тем самым за два ключа мы забираем последний сундук с ультра адского клан босса да обязательно ребят я обязательно буду переделывать свой анкил именно под этот друзья конечно в этой пачке очень много нюансов и не хочется быть испорченным телефоном поэтому передам слово михаилу михаил расскажи нам пожалуйста о своем анкиле по нюансам что там обязательно чтобы много такой урон выдавали ледяные банши и вампирка и с это таки обязательно обязательно крит шанс сто процентов крит урон атаку им все это поднимаешь но и вот здоровье должно быть именно вот такое вот здоровье там на уровне да я там не помню как я высчитывал но и они ядовики вот ключ ключ к тому а то не должна быть защита здоровье такой средний среднячок но защиты побольше так часто говорю у меня работает иду от отвлекают меня заразы отношения с любимым блогером а вот со станоприемником с 3 ледяной банши вот тут немножко хитрость у нее должно быть столько здоровья чтобы допустим мученица ее сильно не отхиливала у нее должно быть меньше всех то есть у нее должно быть много как бы здоровья и она должна отхиливаться мало поэтому в талантах в первую очередь мы не берем зубки ни в коем случае ну естественно как ты знаешь мы никому не берем на заливку скорости это обязательно мы играем через от талант от плата у нас на всех таланта от плата это обязательный москва чтобы они били дополнительно дополнительно бьют это урон про мученицу мученицы это как бы отдельный такой герой в нее не должен прилетать стан она должна быть хорошим здоровьем 50 тысяч тп лучше 55 и и одеть в вас это бессмертие чтобы она отхиливалась она должна сама отхиливаться и кем кирре то есть у нее должно быть здоровье больше чем у станоприемника чтобы в нее не летел стан мы одеваем ей 20 бессмертия чтобы она отхиливалась мы даем в талантах зубки и от плата чтобы она отвечала ударом и все время тем самым она постоянно отхиливается и даем ей скорости 240 ей нужен крит шанс сто процентов для того чтобы она власть наносила дамаг она наносит хорошо урон крит урон желает выжить по максимуму по сути все такие параметры собрать в одном герой это не так просто главное скорость и крит шанс чтобы она отхиливалась насчет людоеда людоед да я отказался от сета вампиризма от сетов бессмертия я его отдел чисто скорость скорость ему 255 обязательно для 6 кб и вот тут как бы мне не получилось добрать ему крит шанс крит урон конечно то вышел на крит шанс и не смог я добрать потому что соблюсти все такие параметры и еще и добрать такую шкур набрать такую скорость и поиметь крит шанс крит уроном это очень тяжело поэтому я пожертвовал внутри шансом и пожертвовал с этими бессмертия в пользу атаки я ему поднял атаку чтоб он наносил гамак почему потому что все эти нивелируется талантом зубки я беру на в атаке и отплата на то есть он постоянно он что с отплаты отхиливается что сам бьет отхиливается и и урон вот атака это важно ему ему важно соблюсти такие параметры по здоровью и по по защите то есть у него защиты должно быть чуть чуть больше чем уста намного больше чем уста на приемника для того чтобы они же остаются без неуязвимости вся пачка только станоприемник остается в это в неуязвимости и если не соблюсти такие вот параметры как у меня на героях то станут боссом может прилететь либо в людоеда либо в мученицу и чтобы этого не происходило у меня выбраны именно вот такие вот по здоровью и по защите но крит шанс ядовикам крит шанс обязательно под и крит урон надо поднимать почему потому что они должны не только яда накладывать но еще и наносить урон с удара с руки когда допустим срабатывают отплата они лупят они отхиливаются они тоже должны отхиливаться чтобы здоровье было больше чем у страна приемника один станоприем вот ему ни в коем случае нельзя ставить отхил он не должен хилиться то есть он должен у него минимум защиты должно быть здоровье так вот как у меня почему то что он должен быстро проседать он должен быстро проседать чтобы стан летел именно в него что как бы босс видит в нем самую уязвимую цель он не видели что на нем неуязвимость висит и он лупит его вот чтобы все это так вот работало мои параметры нужно повторить вот но опять же говорю мученица это 50 55 тысяч здоровья минимум и всем крит шанс крит шанс сто процентов это прям обязательная штука чтобы наносили урон я пробовал у меня был меньше крит шанс я пробовал вампирку вот мученица кстати она будет работать и своим питомцам с этим вампиризма но именно с такими параметрами как у меня то есть здоровье защита и крит шанс если вы сможете это добрать то можно можно одеть ее вампиризм вампиризм она у меня была вампирки одета вампирка и атака но так как у меня на ядовикам потребовалось крит шанс мне пришлось снять с нее эту вампирку и одевать ее по-другому вот такие вот пироги и кэп и кстати я свой первый ангел я собирал по твоему видео две ледяные банджи у меня были с этой свирепости до входа но я поиграл с месяц наверное мне выпало третий лет больше я решил что тридцать два миллиона мне мало я хочу двух ключей и ну я на полин я две недели на 1 собирал вот этот анкил у меня очень много ресурсов ушло именно заточить что все правильно работала иной раз не получалось то есть вроде бы уже знаешь как было 70 на 30 70 процентов нормально играет 30 процентов не нормально то есть я пришел к выводу там нашел эту лазейку я поднял защиты еще людоеду и снизил ему чуть-чуть хп где-то на 1000 ему снизил хп и также поднял защиту там на 200 на 300 единиц все анкил заработал анкил заработал входит стопроцентный винрейт все как нужно мишаня спасибо тебе огромное вот достаем теперь миши второго людоеда теперь все ждем от тебя миша пачку через два людоеда да жестко жестко вот бы мне 2 люди да да друзья также миша попросил открыть осколки на его аккаунте и достать ему сифи но пока что к сифи у нас не прет но второй людоед подъехал ну я не знаю не вижу смысла делать второго людоеда здесь есть и так здесь анкил забирает стабильно за два ключа последний сундук с ультра адского клан босса миша тебе еще раз огромное спасибо очень все подробно очень все четко сделал потому что вот опять же люди собирают подгоняет скоростя и у них то стан летит не туда то еще что-нибудь и они бесятся и от этого и соответственно хейтят комментариях ребят конечно же обязательно для того чтобы все у нас работало надо соблюдать не только параметры скорости ну и опять же параметры защиты здоровья особенно когда речь идет о сана приемники поэтому не забываем об этом также друзья кто если у вас есть какие-то идеи по новым героям если у вас не то что по новым героям вот еще ратник там выпал если у вас есть какие-то идеи какие-то прикольные пачки новые связки пишите мне в личку сделаем видосик на основе вашего аккаунта поделитесь своим опытом со всеми у нас очень дружная комьюнити рейдерского рейдерская друзья надеюсь вам было интересно миша тебе еще раз респект огромное спасибо будем собирать анкил по твоему видосу я лично сам буду собирать такой анкил надеюсь было интересно друзья давайте поддержим видосы лайками комментами чтобы видела много людей потому что видео действительно полезно особенно для тех у кого нет дракоморфов венер и так далее создать вот такой это бюджетный анкил по героям что с вами был капитан пёсик друзья всем пока пока а